Дорогие телезрители! Снежана, а давай наденем маски. Какие маски? Мы что, дети что ли? Ты чего? Как же так? Разве ты в детском саду или в школе не наряжалась на новогодние праздники? Ой, ну ты не поверишь, кем я только не была. И Снегурочкой, и Зайчиком. Ты тоже не поверишь. Я была волком, медведем, крокодилом. Журналисты телеканала Видное ТВ узнали, кем были известные люди Ленинского округа в детстве на утренних елках. Вы не поверите, ну как и все дети, я участвовал в утренниках, и я был казачком. И пел казачьи песни и танцы, и сегодня я остаюсь им. Вы не поверите, но в детском саду я был мухомором. А Новый год у меня связан с одним из воспоминаний. В 6 лет я как-то собирал гирлянду, и капель был оголен. Как вы думаете, что было? Сегодня я с вами. Вы не поверите, на Новый год я был точно медвежонком и зайчиком. Это то, что я помню. Остальное надо спрашивать у умом. Дорогие жители Ленинского городского округа, от всей души поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам всего-всего самого-самого наилучшего, чтобы все невзгоды остались в старом году, и чтобы впереди случилось все самое-самое заветное, чего вы сами желаете. Вы не поверите, в детском саду я была Марианной. Это сестра Золушки. А вообще самое яркое впечатление от Нового года, с детства, это мы каждый год с братом заранее искали наши подарки. И нам это удавалось. Поэтому родители, лучше прячьте свои подарки. Вы, наверное, не поверите, но в детском садике я был зайчиком. Это действительно интересные впечатления детские, но больше всего мне запомнился праздничный стол. Это запах мандаринов, салат и то настроение праздничное, которое у нас посещает именно в этот замечательный праздник. Вы не поверите, а в детском саду на елке я был медвежонком. Я очень любил подарки, поэтому залез за подарками под елку и чуть ее не свалил. Но все обошлось. Вы не поверите, в детском саду я был зайцем, был орликином и был известным советским клоуном Олегом Поповым. Самое яркое мое воспоминание из детства, касающееся Нового Года, наверное, это праздничный стол, где мы вместе с семьей, с близкими, с родными, с друзьями собирались, шутили, провожали год. Это всегда какой-то Дед Мороз ряженый, может быть, мой папа или какой-то родственник, который приносит нам подарки. Ну что, ты поможешь мне нарядить елку? Тут совсем немного осталось. Я совсем забыла. Меня мама попросила кое-что докупить к новогоднему столу. Я быстро. Ну давай. Да-да. Привет. Привет. А у меня для тебя подарочек. Спасибо большое. Это же новый символ 2023 года. Посажу его под елочку. Поможешь? Да, конечно. Кстати, а вот мне дома всегда хотелось иметь настоящего зайца. Они такие лапушки. Ну, ты запомни, что за животным нужно убирать, ухаживать за ним. Ты готова к этому? Ну вот в том-то и дело, что школа и театральная студия отнимают очень много времени. Так что, наверное, я немного подожду зайца. Это правильно. Мы должны помнить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. А вот герои нашего следующего сюжета прекрасно помнят эту истину. Так, Екатерина Борисова побывала в семье Зубковых, где живет один примиленький кролик. По восточному календарю следующий 2023 год пройдет под покровительством черного водяного кролика. Сильного хищника тигра сменит маленький, но довольно шустрый зверек, неспособный обидит даже комара. Мы решили познакомиться с ним поближе. Кролики – существа милые, добрые, домашние и очень плодовитые. Поэтому, как уверяют астрологи, следующий год будет спокойным и богатым на интересные, хорошие события. В семье Зубковых живет кролик по кличке Ричард. Зверь породистый, флегматичный, спокойный, но с характером. Он не носится по всей квартире, он спокойно просто передвигается. Он чистюля любит умываться. Он дружелюбный, но когда приходят дети, он начинает бояться прячется в клетке. У него есть одно специальное место, откуда его просто невозможно будет вытащить. При этом Ричард весьма неприхотлив, обожает свежую травку, сено и овощи. И не прочь прогуляться по газону в шлейке. Носим на ручках на травку, и он бегает с удовольствием. И мы за ним бегаем, конечно же, куда он, туда и мы. Потому что он неуправляемый. Если с собакой можно управлять, то кроликом ты никак не поуправляешь. А вот в доме Александра Черных живет целое поголовье кроликов. Разведением ушастых мужчина занимается уже много лет. Привет, ребята. Как у вас тут дела? Ну вот это и есть моя мини-ферма. Здесь сидит у меня маточное поголовье. Порода здесь белый панон сидит у меня. Порода хиколь. Ну и есть калифорнийская. Александр рассказал, что кролики – существа активные, крайне любопытные, но вместе с тем и пугливые. Резкий звук может довести ушастых до инфаркта. Они чем-то похожи на кошек, только всегда молчаливые. Редко-редко, когда им больно не могут кричать. Ни в коем случае нельзя в кролиководстве греметь, шуметь, потому что кролики не любят очень резких шумов. Музыку классическую любят. В преддверии новогодних праздников пообщались с символом грядущего года и сотрудники музея-заповедника «Горки-Ленинские». Я в такой необычной компании, потому что сегодня мы готовимся к Новому году. У нас в усадьбе проходит съемка, которая происходит с участием Деда Мороза и вот этих наших хвостатых хранителей музея, кроликов. Мы готовим сейчас семейный фестиваль «Елка в горках». Хотим, чтобы здесь в Новый год было весело и уютно. В съемке приняли участие кролик Митрофан и Дедушка Мороз. Здравствуй, Дедушка. Ох, какой. Держи его. Держи его под лапочки. Ты все, холодный мух или страшно? Страшный мух. Не бойся. Так какой он будет? 2023 год черного водяного кролика. Нам всем будет приятно в следующем году получить заряд доброты. Этот год будет следующий. Мягким и пушистым, как кролик. Чего мы ожидаем и хотелось бы остальным пожелать, чтобы год обязательно был благополучным, приносил много радости и чтобы мы, каждый из нас, сумели сохранять спокойствие в любой ситуации жизненной. Наступающим годом по китайскому календарю черного кролика, да у меня белые кролики, но за черным носом и с черными ушками. Поэтому я всем пожелаю мирного неба над головой, счастья, здоровья, всех благ. И чтобы у вас все было хорошо. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Александр Черных, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ой, Гоша, я совсем забыла. Я же хотела купить бенгальские огни, чтобы мы все вместе их зажгли. Так давай я быстренько сбегаю. Давай. Привет. Слушай, а куда ты, Гоша, побежал? Спасибо большое. За бенгальскими огнями. Слушай, а может быть мне помочь чем-нибудь? Да, елку осталось совсем немного шарами дополнить. Ты бы знаешь, я считаю, что в каждом доме должна стоять елка. Сразу новогоднее настроение появляется. Главное, чтобы дом был, а елка всегда найдется. А под елкой подарки. Да-да-да. А если подарком становится дом? Как это? А это как у героя нашего следующего сюжета. К Новому году администрация Ленинского округа сделала Виктору Федоровичу Сашину большой подарок – новую квартиру. И теперь он будет встречать в ней Новый год. На новоселье к ветерану приехал и наш корреспондент Максим Козлов. Ой, смелую. Здравствуйте. 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 Ну что? Виктор Федорович, от нашего комплексного центра социального обслуживания сегодня у нас две снегурочки к вам в гости. И для того, чтобы квартира была уютной, чтобы уже можно было прийти на кухню, попить чаю, отдохнуть. У нас вот такие небольшие подарочки. Новосел Виктор Федорович Сашин даже куртку снять не успел, как пока еще пустая квартира наполнилась голосами гостей. Елочка занимает свое место в углу, а для Виктора Федоровича продолжают звучать поздравительные слова. Очень рада, что вы обрели такой новый дом, красивый, свежий, замечательный, с таким ремонтом. Поэтому поздравляем вас с Новым годом. Желаем всего самого хорошего. Началась эта история всего месяц назад. Тогда заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова и сотрудники Ленинского отделения Центра социального обслуживания «Домодедовский» навестили Виктора Федоровича в его квартире. Вы бы переехали на первый этаж. Конечно. И на улицу бы выходили. Да. Подумаем тогда над этим, ладно, с вами вместе. Посоветуемся и подумаем, потому что вот даже мне было тяжело. Действительно, квартира, в которой тогда жил Виктор Федорович, располагалась на пятом этаже. Постоянный участник различных программ активного долголетия год назад перенес операцию на коленях и к тому же недавно отпраздновал 93-й день рождения. И теперь подниматься в квартиру для него – настоящее испытание. А потому от встреч с друзьями пришлось отказаться. Переберемся на первый этаж, вернемся назад туда, на занятия активного долголетия. Вас там все очень ждут. Все вас вспоминают и очень ждут. И передают вам большой-большой привет. Надо все сделать для того, чтобы вам было удобно выходить на улицу и дышать. Сказано, сделано. Через месяц герой труда, труженик тыла Виктор Сашин переехал в новое жилье. Администрация Ленинского городского округа передает вам ключи от вашей квартиры. Пожалуйста. Та-та-та-та! Ремонт в квартире был сделан благодаря руководству Ленинского отделения региональной торгово-промышленной палаты. Предприниматели подарили и мебель. Из плюсов нового жилья не только первый этаж, но и местонахождение дома. Библиотека рядом, прям напротив. Можете переходить, там и шахматная секция. Я знаю, что вы играете. Так что дай бог, дай бог все получится. И вы будете продолжать заниматься любимым делом. Какое же новоселье без чаепития? Вот и пригодились подарки, которые принесли с собой первые гости. За душевным разговором Виктор Федорович поделился подробностями своей биографии. Время от времени удивляя собравшихся цифрами. Начал я работать в 42-м, а закончил в 16-м году. У меня непрерывного стажа, производственного трудового, 75 лет. Декабрь для Виктора Федоровича месяц, связанный с многочисленными торжествами. Теперь одним поводом собраться с друзьями за столом стало больше. Нам всем сегодня хочется поздравить вас с наступившим вашим днем рождения. Раз. С новосельем. Два. С наступающим Новым годом. Три. И с днем энергетика, который накануне вот буквально случится. Итак, с праздником. А с нами Виктор Федорович поделился своей оценкой, проделанной многочисленными людьми работы. Ремонт произведен отлично. Но новогоднее настроение уже есть? Конечно. Отлично. Мы тоже поздравляем вас с Новым годом. Обживаться Виктору Федоровичу на новом месте помогут волонтеры и социальные работники. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. С Новым годом. Кстати, если вы думаете, что новогоднего чуда ждут только дети, ошибаетесь. Взрослые тоже ждут. Я вот, к примеру, загадала. Впрочем, не важно, не скажу. А то вдруг не сбудется. Да-да. Ой, привет. Привет. В честь Нового года хочу подарить тебе вот этого кролика. Держи. Спасибо. Слушай, я буквально на минутку. Мне еще сестренку нужно отвезти на новогодний спектакль. Далеко? Во дворец культуры детское отделение ТВИТ подготовила. Кстати, Наталья Буслаева, корреспондент Видное ТВ, уже побывала на первом представлении. Для самого волшебного праздника в году младший состав народного театрального коллектива ТВИТ подготовил спектакль по мотивам сказки «Заюшкина избушка». Возраст юных артистов от 5 до 8 лет. Малыши постигают актерское мастерство всего несколько месяцев под руководством своего наставника, педагога Ксении Князевой. Они попробовали, я попробовала, у меня никогда таких детей маленьких не было. В общем, у всех первый опыт, так сказать. Ну, судить зрителю, я надеюсь, всем понравилось. Репетиции в театральной студии проходят каждую неделю. На занятиях ребята раскрываются эмоционально, развивают свои творческие способности, речь и ораторское мастерство. Тип-теп-тап-топ-тум. Поехали. Тип-три, два, два, три. На большую премьеру были приглашены многочисленные родственники и друзья. Екатерина Чупченко, мама юного артиста Даниэля, рассказывает, перепробовали много разных кружков, но только театр по-настоящему привлек ее сына. У меня родился такой артистичный парень, мы пробовали разные секции и решили попробоваться в театральном. Вот, и ему очень понравилось, прям его, очень довольный, вот, нашел себя в этом. Артисты с нескрываемым волнением ждали своего выхода на сцену и перед началом еще раз повторяли тексты и разыгрывали сцены своих ролей. Как выскочил, как выбор, но пойдут кулачки по закалулачкам. Выскочил! И сюда в критику идем! А ты залезли! И встали, и встали, и встали, и встали, и встали, и встали. Молодец, спряталась. Отходи к зайчику сбоку, обнимай ее! Пока! Волшебные декорации перенесли зрителей в сказочный лес. Первыми на сцену вышли четыре рассказчика. Потом главные герои истории – хитрая лисица, оставшаяся без роскошного ледяного жилища, которая обманным путем проникла к своему соседу, доброму и наивному зайчику, и выгнала из глубины избушки. Но мир не без добрых героев. На помощь зайки поспешили волк, собака, медведь и красавец-петух, который победил хитрую плутовку. Нарядные костюмы и настоящий сценический грим позволил юным актерам полностью перевоплотиться в своих сказочных персонажей. По характеру он добрый, ласковый, который всем помогает. Я играю в собаку. Характер у нее нормальный такой. Гав-тяф-тяф. Мне нравится тем, что я выгоняю зайчика, ну и выгоняю всех остальных, кроме петуха. Мне это очень нравится. Я играю роль волка в этой сказке. Ну это страшный волк. Страшный. Но ему не удалось? Ему не удалось выгнать лису. За прекрасное исполнение всеми известной и любимой сказки гости щедро наградили малышей аплодисментами. Ребята признаются, что на достигнутом останавливаться не собираются и уже мечтают о новых ролях. Кого бы хотела еще сыграть? Я бы хотела еще сыграть собачку. Смотря какая следующая сказка. Если она будет колобком, то я бы хотела стать лисой, которая съела колобка. Настоящим сюрпризом на празднике стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые пришли, конечно же, с подарками. Ребята рассказывали дорогим гостям стихи и пели песни. Веселье продолжилось зажигательными танцами. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. А веселые зверюшки мой перевернули дом. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно ЭТВ. Да. Ой, привет. Держи. Спасибо. А ты что, одна? А где все? Да, вот, представляешь, одна. Хорошо, что хоть ты пришел. Наверное, так будем встречать вдвоем Новый год. А чего-то ты так задержался. Ой, я случайно проходил мимо перинатального центра. Какого центра? Ну, это там, где дети рождаются. Я видел малыша, которого только-только выписали. Вот это настоящий подарок для семьи. Новогоднее настроение и сказочную атмосферу в отделении новорожденных создают самые любимые, родные, сладкие малыши, что на время чудес стали декабрятами. У нас в сутки бывает, что от 10 до 25 появляются на свет таких декабряток. Поэтому трудимся всем коллективом. Вот такие достаточно яркие, красивые конвертики. Сразу создается праздничное настроение и у мамы, и персонала. Очень красиво, когда происходит выписка. То есть это действительно уже и так всегда считается праздничный момент. А здесь малыши очень красиво одеты в виде таких маленьких Деда Морозов. Новогодние подарки папам нравятся. 600 нарядных малышей в праздничных конвертах и шапочках выписали в декабре из Видновского перинатального центра. Врачи говорят, что снегурочек появилось на свет чуть больше, чем дедушек Морозов. Малышка Ева стала вторым ребенком в семье Майи Кузнецовой. Говорит, что дочь – самый лучший новогодний подарок для всей семьи. Дома все ждут. Папа, конечно, в первую очередь. Бабушки, дедушки. Но родственники все родные. Мама еще одного декабренка Екатерина Никулайчева уверена, что родной, любимый, волшебный гномик-сын подарит немало минут радости и счастья всем близким. Об этом роддоме слышала много положительных отзывов. Вот по рекомендациям решила здесь. Это мой второй ребенок уже. Вот первый раз лежала в Москве. В отделении реанимации новорожденных тоже ждут приближения чудесного мгновения. Мамы и врачи уверены, что в такой новогодней обстановке хрустальные мальчишки и девчонки будут только радовать. Наши детки, которые поступают у нас в отделение, они тоже причастны к этому празднику. Мы специально сделали для них такие новогодние пледики, новогодние шапочки. И когда мамы приходят, они уже тоже у них поднимается настроение. Несмотря на то, что малыш, конечно, болен, ему надо помогать. Он требует огромных материнских усилий, наших усилий. Но создается все равно такая волшебная атмосфера. Шесть тысяч семей в 2022 году стали счастливее на одного, а то и двоих детей. Еще столько же мальчишек и девчонок, а может и больше, Дед Мороз обещал и в новом году. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Можно? Лучше мандаринку возьми, она сладкая. У меня идея. Я быстро. Вот уже канун Нового года. Давайте мы вам мандаринку, а вы нам хорошее пожелание. Желаю вам в новом году здоровья, счастья и вообще всего самого наилучшего. Желаю всем жителям Ленинского городского округа, ну в первую очередь, тепла. Вот, потому что тепло, как бы, нам всем очень нужно, как бы, очень холодно на улице. Вот, не падать на дорогах, безумно много льда, это ужасно. Вот, ну и самое-самое главное, это, наверное, любви. Потому что любовь, это то, что нас будет греть. Вот, все. Спасибо большое. Дайте вам мандаринку, а вы пожелания на Новый год. Спасибо, вот что, держи. Всего вам хорошего в новом году. Счастья, здоровья. А будет здоровье, будет все. Спасибо большое. С Новым годом. Я хочу, чтобы было у всех много радости. Молодец, а папа? Тоже здоровья, радости, да? Да, Лена? Самое главное – здоровье. Всего самого хорошего в наступающем Новом году. Счастья, самое главное – здоровья. Ну, мандаринку, а вы – новогоднее пожелание. Давайте вы мне мандаринку, а я вам новогоднее пожелание. Ну, желаю, наверное, всем здоровья, счастья, успехов и чтобы никто не болел. Спасибо, с наступающим вас. И вас с наступающим. Хочу, чтобы в будущем году у всех желания сбывались, чтобы был мир во всем мире, удачи и счастья в наступившем и в будущем году. Мы вам мандаринку, а вы – хорошее пожелание нашим телезрителям. Спасибо большое. Я желаю всем любви. Мне кажется, что это самое главное, и что без любви все остальное теряет смысл. Пусть в Новом году будет много любви. Вот мы и раздали все мандаринки. И получили много хороших пожеланий. Ребята, надо спешить к Снежане. Побежали. Точно. А где же уже все? Да, входите. Наконец-то вы все пришли. А мы мандаринки меняли на хорошее пожелание. Была полная корзинка, а теперь пустая. Ой, нет, одна мандаринка осталась. Тогда сбери себе и пожелай нашим телезрителям что-нибудь хорошее. Я желаю всем-всем-всем, чтобы каждый загадал заветное желание, и оно исполнилось. А я бы пожелала, чтобы случилось какое-нибудь настоящее чудо. Да, входите. Идем, Снегурочка, заходи. Заходи, моя хорошая. Ой, здравствуйте, ребята, здравствуйте. Здравствуйте, Дед Моро. А вот и чудо. А что, не ждали, что ли? Очень ждали. Ждали. Ох, как замечательно-то, а? Замечательно. Ну что, пожелать вам, может, чего-нибудь, а? Давайте, Дед Мороз, пожелайте нам настоящего чуда. Пожелаю. Ну, наступает год счастливый. Это точно мой прогноз. Не обманет праздник славный вас поверьте, Дед Мороз. Вам желаю новых планов. Жить красиво, без невзгод. Принесет пусть много счастья этот яркий Новый год. Пусть мечты в одно мгновение все исполнятся для вас. Только радости, везения будут с вами каждый час. Самых ярких впечатлений, самых сказочных мгновений. Пусть вам этот год несет много радостных хлопот. Поздравляем с Новым годом. Пусть счастливым будет он. И хорошей вам погоды. В доме, в жизни, за окном. С Новым годом! Ой, а кто это? Снегурочка, помоги мне. Сходи, посмотри. Зайка. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!